Мы с Тимой здесь вот сейчас сняли видео, переодели. Сейчас мы будем на новую локацию. Дополнительные материалы, бонус-трек. Да. Я думаю, будет вот так красиво, если... Вот так. Или подальше. Ну вот, я думаю, все, останавливайся. Даже ближе, Тима. Так, хорошо. Сядь, я посмотрю, как будет. Зацените мои кроссы. Словно лебеди саночки. Вы кони залетные. Сделай еще раз так? Зачем это сделаешь? Ужас. Всем привет, друзья. Сегодня мы снимаем вам очередное видео о вопрос-ответ. Сегодня у меня опять в гостях Тима, ваш любимый, ваш любимчик. Ваш покорный слуга Тима. Сегодня с вами. Да, сегодня мы снимаем с ним видео. Я буду задавать вопросы, которые вы нам задавали, Мила, в инстаграмчике. Подписывайтесь. И мы начнем. Самое смешное воспоминание с Норминой. У нас был похожий вопрос про историю. Самое смешное воспоминание Нет, самое смешное воспоминание была наша Масленица. Очень смешно было. Мне кажется. Почему-то мне так смешно было. Да, тебе смешно было? У меня в тот день собака умерла. У меня жутко было. Да, не, мне было жутко. Я там рыдал, но две недели в школу не ходила за это. Да поэтому ты такая хмурая была. А я-то... Да ты знал. Я не знал, ты мне не говорила. Здрасте, Масленица, ты что? Ну, короче... Это яблоскоморох, петрушка. Да, да. Вот мы сожгли эту штуку. Ну? Не выходи, скажи. И потом я узнал, что у меня умерла собака. Кошмар, боже мой. Тима, как твое пение? Как успехи? Ласкало уже ждет тебя? О, спасибо большое за такие вопросы. Ласкало, ты же вот этот... Ласкало это грандиозный, великолепный театр. Оперный. А где он? В Италии же? В Милане, в том же городе, где я учусь. Ну, я надеюсь, что они меня ждут, потому что такие кадры, как я, им нужны. А я учусь, как вокал. Вокал потихоньку продвигается вперед, голос крепчает, опыт набирается. Поэтому все идет своим чередом. Скоро обойдут конкурсы и так далее. И дай бог, Ласкало встретит меня с цветами. И Нармина тоже. И я буду тоже с цветами. Конечно. Ваши планы на ближайшие пять лет, если не секрет? Планы не очень-то интересные. Почему? Я эти три года должен закончить, в эти три года уложиться, закончить основной курс. Последний должен закончить, да? Год. И двугодичная магистратура, извините. И два года магистратуры. Это три года. И вот в следующие, последующие два года я думаю, что я буду участвовать в конкурсах, ну и, конечно же, рискать себе какое-то место работы. Каким-то образом стараться куда-нибудь податься и заявить о себе. Что касается меня, у меня получается следующий год, этот последний год моей учебы, после я иду работать, я хочу... Получается, мне надо закончить универсию следующий год, найти офигенную работу, попробовать себя в разных направлениях журналистики и выйти замуж. Ну все. А я как-то не сказал, кстати, про замужество, про супружеское. Ну, значит, пока... Ну, нормально все будет. Ничего. Ну, нет, вообще, вот такие дела нельзя планировать, потому что не знаешь, как это будет. Вы знаете, как говорят, когда мы планируем, над нами и боги все смеются. Да. Ну, может быть, это правда. Так и есть, так что... Ну, я думаю, что мне будет уже 26 лет, я должна до 26 лет, но я думаю, ребенка хотя бы родить. А что подаришь на Кристины? Погремушечку же. С мишкой. Золотую, надеюсь? Сребряную. С бриллиантами? И с бриллиантами. Смотри, это... Зваровский. Все. Посмотри, смотри, Зваровский, мне нужны настоящие, а не кристаллы. А что? А, ну, пожалуйста, работайте. Тимина мама и папа знают, что вы с Норминой друзья лучшие? Ну, конечно, господи, еще бы. Что родители думают о нашей дружбе? Ничего, прекрасная дружба. Нет, они ничего не думают. Они думают ровно так, как я им это все преподношу. А как ты преподносишь? Я говорю, это великолепно вообще, понимаете? Вы не должны меня этого лишать никогда. А они хотят себя решить? Нет, я имею в виду, что вот я должен всегда ходить к Нормине. Там, если приглашают, я должен к ней приходить. Они говорят, ну как, домой как-то неудобно. Тра-ля-ля. Я говорю, мама, не-не-не, такой замечательный человек. Потом, они ведь познакомились еще на выпускном с нами родителями. Поэтому, я думаю, это еще сплотилось, дружило их в большей степени. Ну, в общем, поэтому великолепно к этому относятся. И знают, конечно, об этом. У тебя как? У меня прекрасно. У тебя вся семья моя обожает. Ты же видишь. Было ли то, что даже Рустам тебя любит, а Рустам не любит ни одного знакомого моего парня вообще от слова совсем? Ему вообще нельзя никому говорить. Ну, типа... Ну, может, потому что мы с ним встретились. Ну, может быть, он тебя любит уже. Помнишь, очень был смешной момент, когда мы с Тимом с тобой сидели на репетиции, и Рустам пошел, а мы с тобой были в классе 11-ом, а он, получается, 8-ом. А, 9-ом он был. И ты говоришь, я так боюсь своего брата. Я говорю, Рустам, а что ты его боишься? Он же твой друг, он тебя любит. Он такой, не знаю, он такой грозный, как посмотрит на меня. Да, как посмотрит, так все. А что ты боишься? Ты же знаешь, что он мой брат, он тебя любит. Ну, типа, мы же с самого детства. У меня немножко сомнений вот таится в сердце. Ну, дай бог, все будет. Даже сейчас я волнуюсь. Я знаю. Ты боишься чего-то? А что ты боишься? Сима, не переживай, я тебе в обиду не дам. Рустам хороший мальчик. Я знаю, конечно. А ты еще таким его знаешь? Да. Он же малюсенький, как пухлик был. Ну, сейчас он уже давно не пухлик. А было ли то, что вас сватали, шипели между собой? Что нас сватали? Типа думали, что мы пара? Были. Было, когда? Здрасте, Ельнур, Назаров меня все спрашивал. А что, вы там не этого-ли? Да ладно? Да. В смысле? Ельнур думал, что мы с тобой вместе, как пара, ходим и так далее. Я говорил, нет, вы меня извините, ни в коем случае не подумайте, что я этого не хочу. Я просто говорю, что ну нет, это не так. Да, так все же прекрасно. Мои сестры, вот троюродные, которые смотрят твои видео, передаю им большие причины. Они говорят, Тима, а вы с Нарминой, ну, вы дружите больше, чем дружите. Я говорю, нет, мы это сладкие. Это мы большие друзья, но не более того. Тима, я в шоке. Да я вот тебе говорю. А наши одноклассники думали, я думаю, они прекрасно знают, что мы друзья. Вот Ельнур как раз таки думал наоборот. Он думал, что у нас уже там, ууу, любовь-морковь. Тима, я в шоке. Так вот. Я вообще-то, ну, подожди. А мне кажется, даже все твои подписчики. Нет, ну, она подписчики, да, но они просто не видят, им хочется. А я не знала, что наши, типа, одноклассники. Есть такие. Шок. Даже мой братик. Шок. Даже братик? Что вы там сегодня будете делать? Зачем тебе сменная рубашка? Я говорю, у нас там будет любовь. Да, горячая и светлая. Да, горячая и светлая. Любовь. Тима, сделай так, с дочкой. Так или этой рукой? Не, мы с Тимой лучшей дружбаной, да? Ну, еще как. Так, хотелось ли... Так. Почему Тима не поступил в Россию, как ты, в консерваторию? Интересный вопрос. Ну, если уже сейчас прям можно рассуждать, да? Ну, говори. С точки зрения музыки, вокальной школы, русская школа, итальянская школа, они очень отличаются. Ну, и раз оперное искусство, классическая музыка зародилась в Европе, то есть в Германии, во Франции, но больше всего вообще истоки, корни лежат в Италии. Поэтому Италия и Милан со своим знаменитым театром Ла Скала, они были просто колыбелью и до сих пор являются классической оперной, вообще ренессансной музыки. Поэтому именно туда я захотел, вот именно в Истоке, у меня получилось. Вот и все. Мне кажется, туда же было сложнее поступить, чем в Россию. 50 человек на место. А, ну ладно. А мне сколько было, не понял. О, господи. Привет! Это Рустам спокойно не пугался. Слушай, я чуть не умер. От свиста? Да. А чем пугаешься? Боже. Смотри, куда он сейчас? А, призрак, дом охатывает. Слушай, что я тебе думал, сейчас нас зарежут? Да, господи, Тим. Шашками нам. Это пусть не пойдет кадр. Да ладно? Кем мечтал стать в детстве? Египтологом, доктором и клоуном. И маме говорил всегда, обожал докторов. Маме всегда говорил. Тим, можете перебежать? Помнишь, когда я пришла в семью классе, ты мне говорила, что ты хочешь стать лором? Да. Ухо-горло-носто, мне это постоянно говорил. Я очень этим... А! Это был комар. Это было у моего носа, моего прекрасного носика. В общем, я говорил маме вот так с папой. Значит, давайте вот так. Утром я буду работать дантистом, в обед я буду клоуном, а на ужин я буду египтологом. Вот так вот. Ты же говорил, что хочешь стать сексологом, помнишь? Ты че? Да ты... Тима! Помнишь? Не в жизни не говорил такого. Да ты че ты говорил? Нормин, я хочу изучать секс, мне это очень нравится. Не знаю, что ты... Слушай, меня будут смотреть. Я шучу, он не хотел. О, господи. Спокойно, все нормально, типа. Я уж думал, он у меня с мозгами что-то конкретный... Каблеточки привезти. Нет, нет, все нормально. Водички? Нет, нет, все. Вот, в общем, это были три мои любимые профессии. А у тебя и сэксолог тоже, четыре. А я хотя... Ребят, вы там ходите на фоне. Не сексолог, а сексопатолог. Да, ну... Это разные вещи. А вон они, вон они, помчались. Да. Ну, а твои... Ты же еще сказал, что ты хочешь секс-шоп держать. Да, именно. И секс-шоп, и этот клуб, в котором нормин должна быть. Должна была работать вообще. Да, ты пьедешься. Ну, а че так? Да блин, Тим, ты же все от меня сломался с этим секс-шоп. Тьфу, блин, елки-палки. Ты же не открыл стрипку? Нет. Это у меня секс-шоп. Есть? Да, держу. А че, а где... Называется интим по-взрослому. А ты, ну, какие твои были профессии? Я хотела быть певицей, учить тот факт, что я никогда не пела. И меня это не волновало. Потому что я хотела быть на сцене. Мне это по кайфу было. Я думала, блин, будь, как, я не знаю, как, какая-нибудь Шакира. И художником я хотела быть. Это мои основные были. На кого учится Тима? Мы уже говорили, но... Я учусь на оперного вокалиста. Академический вокал, оперное пение. А обижалась ли ты на Тиму? О, сейчас она вам расскажет. Я замолкаю, все, давай. Тима, тот человек... Я на него не обижаюсь. Я просто понимаю, что он очень творческий, очень странненький. И... Чего на него обижаться? Как он говорит, Нармин, у меня с мозгами плохо, что с меня взять? Конечно. На дураков не обижаются. Да, на дураков не обижаются. Короче, мы с ним один раз назначили встречу. И он опоздал очень надолго. Время. Ты, бишь, вообще не пришел? Он... Нет, он сказал, что он придет. Я сказала, Тима, до свидания, я уехала. Я уехала. А я бы пришел. Пришел через сколько? Через 4 часа? Или через 3? Да. Я бы его там прождала бы еще черте сколько. Я пришла к своей тете. Это вот... Да. Она тебя терпеть не может. Да ты что? Да? Ненавидит. Слушай, ну что делать? Да я шучу. Ну, получается, мы назначили с ним встречу в ТЦ, а я была около тети. Я говорю, давай встретимся. Он такой, давай. Он полчаса проходит. Я, Нармин, я опаздываю. Час проходит, я опаздываю. Полтора. Я говорю, Тима, я поехала домой. Он такой, Нармина, я уже выезжаю. Я говорю, до свидания, Тима. Вот такая у нас была один раз неприятная история. Я до сих пор ему вспоминаю. Да, у меня вот видите? Коробит мне душу прямо. У меня, если парни опаздывают на 10 минут, я им просто всю плешь съедаю. А ты опоздал, блин, за на полтора часа. Ну, это же Тима. Это же Тима. Все? Это же не просто парень. Этим все сказано. Тебе стыдно? У меня ужасно стыдно. Я... Ты меня в краску. Я опешил. Опешил. Случаетесь ли вы с бывшей одноклассницей Машей? Конечно. Кстати, я написал. Она мне говорит. Знаешь, Тимочка, турне по Испании переросло, перемутировало в турне по России. По родственникам ездим. Должна в конце этой недели прибыть. А, да? Она мне, кстати, писала, типа, что вы без меня встречаетесь, подождите меня, такая Машка, Тима уезжает. Нет, ну, правда, я очень любим ее, конечно, собираемся до сих пор. Мы общаемся, да. Мы втроем. Мы как бы... Мы трое, трио. Мы, да, мы как-то трое держим отношения с Сашковой, больше я как бы со всеми другими... Я лично не общаюсь сильно. Только в Инстаграме лайкают друг друга. Тима вроде бы общается. Я всех лайкаю. Меня лайкаешь? Конечно. Ты что, ты не смотришь, что ли, потом? Тебе не приходит уведомление? Ну, там много... Я всех лайкаю. Смотри. Всех. Ну, меня ты особенно же лайкаешь? Конечно. Смотри. У Тима есть девушка? Нету. Точно? Точно. Точно, я отвечаю, нет. И других тоже нету? В смысле других. А, нет, у тебя тоже нету. Нет, нет, правда, нет у меня, нет. Хотел бы? Я не знаю, пока в связи с вот такой вот обстановкой обучения. Хотелось бы, конечно. Лучше за все дни души, да. Ну, я этим пока не озадачен, поэтому... Левушку, девушку, дайте Тиму девушку. Не надо, не надо. Ты мне пишешь всякие какие-то... Не надо, чтобы тебе писали? Контакти. Зачем, мои дорогие? Не пишите. Вы же знаете, что вы для меня, к сожалению... Я для вас известный человек, но вы для меня неизвестные люди, понимаете? Как-то высокомерно. Нет. Ну, почему высокомерно? Я же не могу каждому третьему писать, каждый раз отписываться что-то. Я понимаю, что, может быть, мы медийные люди какие-то. Мы снимаем это для вас, но... Не более того. А-а-а! Прости, там был комар. Видишь? Просто уже темно... Не выжимай слезы, Тима. Еще будет повод поплакать. Слушай, отришь, вот это мое плачение. Да я его и не сняла. Какая страна по культуре тебе больше всего нравится? Казахстан, Россия, Италия? Мне? Ну, вам, наверное, обоим. Вам обоим сюда, Дмитрий? Все три. Ну, ну, кстати, мне тоже. Все три. Они для меня все три стали родными вот в этот прошлый год. Потому что, ну, Казахстан я знал с пеленок. Италию я узнал вот как уже два года. А Россию в прошлом году летом. И как-то мне кажется, что темперамент все равно. И менталитет схожий. Он схожий. Вот это вот само... А? У всех трех? У всех трех? Да. И чем же? Не знаю. Само мое появление в этих всех странах, оно вот... Ну, Италия, Россия, они более сближенные. Ну, да, но они очень похожи. А Казахстан немножко так... Не, подожди, Италия, подожди. Италия и Россия сближены? Конечно. Чем? Ну, господи, возьми и Казахстан, и Италию. В России все равно на голову выше и ближе к Европе. С культурной точки зрения там. Ну, да. Может быть, какой-то металлитет... Нет, металлитет, конечно, другой. Металлитет, конечно, ближе. Но все равно. Металлитет, конечно, ближе. Ну, постсоветское пространство. Ну, да. Поэтому именно металлитет другой. Но все же. А Казахстан для меня родной, поэтому все три. Поменялась ли Нармина после школы? Очень поменялась. Ух ты ж. Очень? И внешне. Ага. Поменялась мировоззрение. Стала больше какая-то, знаешь, вот остепенилась. Остепенилась. Серьезная женщина стала. Ну, и внешне, конечно, разумеется. Была такая... Какая? Такая хорошенькая. В меру упитанный человек. Я-то всегда был своденький. А Нармина не всегда была такой прекрасной, как сейчас. Видите, годы женщины как вино. Нет, Тима, так не работает. Да, работает. Это женщины, это мы с мужчинами так работаем. Женщина, она как персик, она сдохнет через пару месяцев. А мужик, что не сдохнет прямо? И не завянет? Он как вино, он лучше становится. Скорее всего, да, мужчина офигенный становится. А женщина 25 и все. А для мужчин, женщина то же самое. Я бы так сказал. Вот здесь, понимаете, спеет. Вот здесь, в голове. Тима, а вот это не спеет, оно сохнет. Ничего, это не важно. Сохнет, как задница персика потом становится. Такой сморщик, и страшный. У персика нет задницы. Ну вот появляется. Ну, а у него что? Одна, а что у него? Один какой-то, выдающийся, нравишься тебе орган? Вот это вот, что-то такое великое. Да что ты показал? Ничего. Я показал вот такой. Что это? А знаете, как Ангела Меркель вот так всегда держит руки. Оказывается, это неправильно. Это означает на языке жестов. Жестов. Открытость. Нет. Это означает женские половые органы. Да, и поэтому так стать нельзя. И держать руки вот так, знаете, как, да подумаем о чем-нибудь. Все, я все забыл, смотри, этот ужас. Просто, нет, это хорошо, я опьянел от свежего областа. Как построить крепкие отношения, Тима, спрашивают нам вопросы. Ну, как ты думаешь, ну теперь ты ответишь. Я думаю, а мне нечего спрашивать. Знаете, ребят, вы обратились не по адресу. Если вы про любовные отношения. Это ко мне. Точно не к тебе. Почему? Какие у тебя были крепкие и долгие отношения? Я знаю, как это сделать, но я их пока не делал. Ну, а почему ты не делал? Я тоже в теории? Потому что я этого не хочу. А, конечно. Я тоже в теории все знаю. Взаимо, там, слушать друг друга, уважать друг друга. А что вам надо еще? Любить друг друга. Жизненного опыта у нас не было. Но вопрос, как поставлены? Как построить крепкие отношения? Ну все, вот мы вам говорим шаблонно, как построить их. А вы уже решаете, нравится вам это или нет. Ну, Тима, изменяйся, что не будет сто пудов. А? Ты изменяй будешь в своей жизни. Ни в коем случае. Да стоп, я тебя знаю. Нет. Будешь. Не слушайте ее. Ой, это, это Муса, я пойду сейчас с ней. Нет, нет, нет. Я пойду к этой. Она такая красивая, зима, отечная. Такого уже со мной давно-давно не происходит. Она еще сподумаешь и скажет, типа, она такая эрудированная. Ну такая, ну такая умная девчонка. Эрудированная женщина мне правда нравится, да. Такая умная девчонка. Ну и симпатяшка. Дорогая, прости, но вы понимаешь, мы такие люди творчества. Нет, нет, нет. Про это что, ну раз. Есть всему, всему есть свое время. Ты что, и всему свое дело, как ты это не правил? Тима, а как думаешь, я буду изменять своего мужа? Нет. Нет? Вообще не так кажется. Ну может быть. Совершенно. А может быть и нет. Я думаю, ты тоже не будешь изменить. Спасибо. Тима, Рустам тебе научил все-таки быть брутальным? Он меня не учил, но я сам научился. Так, то есть, Петреичи, который помнишь, недавно мы были в ресторане. А, ну стой, нет. Ну, всегда смотря на него и как-то зная какой он, как он себя заразой ведет. У нас просто окружение рвает. Все, я уже его убил. Так, ты не убил еще его сто братьев. Еще матка прилетит какая-нибудь, здоровая. Какая еще матка, Тим? Матка, ну это же... Тима, у тебя постоянно одни мысли о матках. Ты заметил вот этот тей жест, ты матка? Уже звезды на небе, Тима. Звезды не одной вообще-то. Вон! А, точно. Да что такое, глянь. Нармина и Тима, хотели бы вы жить за границей? Англия, Испания, Италия. Ты бы хотел жить? Вообще, ты бы хотел... Жить бы за границей. Ты вообще возвращаться планируешь в Казахстан жить на ПМЖ? Нет. Скорее всего, нет. Может быть, в дальнейшем уже, когда, дай бог, будет карьера, скорее всего, я вернусь. Но в ближайшее время нет. И всю мою зрелую жизнь нет. Мне бы очень хотелось жить спокойной жизнью, не заниматься никаким творчеством для себя. И жить в Казахстане, в моей родной стране. Но я так не могу. Поэтому я делаю иначе. Так что нет, я возвращаться не хотел. А жить в Англии, в Испании, в Италии я бы с удовольствием выжил. Я, если честно, я бы не хотела жить на ПМЖ в стране, где они говорят по-русски, потому что... Ну, я не хочу этого делать, потому что я хочу жить там, где русский язык. И это либо Казахстан, либо будет Россия, скорее всего. А иметь дома и просто жить там по полгода в каких-то странах, иметь там квартиры, это было классно. Но именно работать и жить я бы хотела бы в стране, где говорят на русском языке. Хотя у меня с английским все хорошо, но я просто душой не хочу. Просто я всю жизнь, ну, большую часть своих школьных годов проучилась в английском классе. И когда я пришла в 11 класс, где говорили на русском, я кайфанула, мне так было хорошо. Тима, кто ты по национальности? Я чистый казах. Сенсация. Я чистый казах. Есть смешение крови. У моей мамы в крови 12%, но это совершенно мизерное количество. 12% татарской крови, у папы 11% уйбутской. Мне передалось... О, Господи, Боже мой. Намного меньше. Слушай, Су, меня... Кончит меня тут скоро, извините. Сейчас, идем, идем. Тима, часто ли вы ссорились в школе? Нет, вообще не ссорились, вообще не ссорились. Мы вообще с ним никогда не ссорились, пока он не опоздал. Ну мы как, кто не поссорились, я просто на него обиделась. Вообще никогда не ссорились, да. И не общалась с ним полгода. Мы месяца три не общались. Не, не месяца три, два. Ну или два. Где-то два. Где-то два месяца просто не общались, потому что после его опоздания... Ну прости меня, ну что ж. Да все, я простила, все хорошо, нормально все будет. Главное, ты так больше не делай. Ни в коем случае. Ну, я думаю, на этом все? Уже темнеет. Ну, на этом все? Ну, Тим, ну уже смотри, уже луна. Луна, луна. Комары, комары. Тима. Ау. Ты, мне кажется, ты помешан на сексе, Тим. Тебе кажется? Нет, не кажется, я знаю. Я помешан на нем. Да? Я озабочен. Да нет, конечно. Первое слово дороже второго. Тима, ты признался. Все, ребят, о, маньяк сексуальный. Я все поняла. Тим, ну так же нельзя. Ну, посмотри на меня, разве я похож на него? Тим, так понимаешь, вот в этом тихом омуте, вот и вот и сексуальные маньяки. Нарвина, что ты такое говоришь? Это неправда. И нет во мне такого даже желания какого-то зверского. Ладно, на этой сексуальной ноте. На этой сексуальной ноте мы заканчиваем видео. Желаю вам всего самого хорошего, счастливого и хорошего вам во лето. Давайте, счастливо. Пока. Вот какой телек покажут? Не думаю. О, у тебя нет. Рая на земле, тебе нравится? Я всегда отдыхаю здесь. Всегда. Был ты тут? Два раза. Два раза. Мне так нравится. Ну, приезжай чаще. Слушай, какая прелесть. Ты так, ах. Вечером все. Да, я здесь вечером каждый день на качельке сижу качаюсь. Ну, так прекрасно. Надо было сделать, знаешь как? Как будто мы сидим потом раз, и мы переодевшиеся. Ну, так как я так не умею делать. Это надо запоминать позу. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Продолжение следует...